Всем привет! Вы смотрите видео на канале Изи Гаджет и это последний Изи Дайджест в этом году. Поехали! На выставке CES 2020 6 января ожидаем релиз новых процессоров Intel Comet Lake S. Рекомендованные цены на эти процессоры пока что неизвестны, но есть уже таблица с их характеристиками. Топовым процессором новой линейки является Intel Core i9-10900K, в арсенале которого значится 10 ядер с поддержкой гипертрейдинга и 20 МБ кеш-памяти 3 уровня с теплопакетом в 125 Вт и функционирует на частоте от 3.7 до 5.1 ГГц в динамическом разгоне. А если камушек будет холодный, то он может разогнаться до 5.2 ГГц только на одно ядро. Плохая новость в том, что будет новый сокет, это LGA1200 и память будет DDR4 с частотой почти до 3000 МГц. Хорошая новость только в том, что процессорный разъем LGA1200 совместим с старыми кулерами. Ну и дата выхода этих процессоров пока что неизвестна. Также на выставке будет и компания AMD. Там же они покажут новые APU Ryzen 4000 серии. Это процессора с встроенным графическим ядром Radeon Vega с 13-ю вычислительными модулями. Флагманский процессор будет Ryzen 9 4900H. Он будет на 8 ядер, 16 потоков. Ну и он будет на архитектуре Zen 2. Также помимо этого процессора будет показано еще минимум 6 моделей от 15 до 45 Вт. Ну и это еще не все. Компания AMD представит свои новые видеокарты. Это Radeon RX 5600 и 5600XT. Ну и ASRock как бы спалила параметры новой видеокарты этой Radeon RX 5600XT. Скорее всего это будет урезанная видеокарта 5700. Но не по ядру, а будет урезанная по памяти. Будет уже 6 гигабайт памяти и шина памяти будет 192 бита. Ну и как бы частоты видеоядра будут несколько меньше. И известно, что Radeon RX 5600XT будет попроизведительнее чем GTX 1660 Ti. Во время конференции GTC China 2019 Джейсон Хуанг заявил, что видеокарта RTX 2080 она более производительная чем консоль нового поколения. Жаль, что он не уточнил какой именно. Или PlayStation 5 или Xbox Series X. Ну так как они по железу примерно одинаковые, то я думаю это касается их обоих. И понимаете в чем штука? Что сталкивать как бы ПК и консоль это неправильно. Так как на консоли игры оптимизируются как бы лучше. Ну и плюс если сравнивать с Террифлопсах, то в 2020 году выйдет еще одна видеокарта. Это RTX 3080. Она будет еще мощнее. Так что будет интересно наблюдать за этой как бы псевдогонкой. Но вы смотрели видео на канале Изи Гаджет. И так как это последнее видео в этом году, я хочу подытожить сам канал. Я обещал, что будут выходить новости. Изи Гаджет как бы выходит. Стараюсь выпускать. Обзоры также увеличил. И самое главное, я увеличил качество видео. Ну стараюсь там. Раз камера, два камера, три камера, хороший звук, свет. Да, не получилось переехать в новую студию. Так как не все зависит от меня. Ну еще я обещал, что буду выпускать обзоры на автотематику. Да, вот. Рекомендации, можете смотреть без проблем. Ну и вас, подписчиков, стало больше. И чем вас больше, тем больше я стараюсь над видео. И хочу сделать его более качественным. Всех с Новым Годом. Поздравляю 2020. Спасибо, что смотрите этот канал. И до встречи в новом видео. Всем пока.